Мифы Роблокса 1x – тест-аккаунт, созданный Шедлэцки, который использовался, чтобы протестировать некоторые эксплоиты. В начале 2010 года появилась легенда, что 1x – игрок, который якобы на протяжении 2006-2007 года взламывал игроков и удалял плейсы. Существует дополнение к легенде, то, что у него якобы были друзья, которые творили хаос в Роблокс вместе с ним, а позже погибли в автомобильной аварии. Многие связывают легенду о взломе аккаунта Джон Доу с данным хакером. Когда легенда стала известна, кто-то действительно создал аккаунт 1x. Неизвестно, была ли хакерская активность с него. В середине 2017 года аккаунт проявил активность, сменил цвет тела с серого на белый, а торс с зеленого на красный. На самом деле, никто на аккаунты не заходил. Мифы Роблокса Доктор Лу – это хакер. Этому человеку удалось взломать целый ряд режимов, которые есть в игре. Среди них Adopt Me, Jailbreak, Mad City. В интернете он известен тем, что заходит на сервера, где ломает аккаунты других игроков, обладая при этом большим спектром возможностей. Речь идет, конечно же, о его персонажа. Доктор умеет телепортироваться, менять время при помощи часов, контролировать гравитацию, быстро бегать и не только. Игроки, которые встречают его на сервере, стараются избежать встречи с ним, так как он способен взломать аккаунт. Разработчикам очень сложно поймать его, так как он использует сразу несколько второстепенных персонажей, которых в игре знают в качестве твинка. Сегодня Доктор Луи может оказаться где угодно, чем и наводит страх на игроков. Встреча с ним грозит потерей аккаунта, а также возможным взломом более детальных данных. Если вы встретите его на сервере, ваш аккаунт взломает. Игра Смайл сделана именем пользователя по имени Смайл, ходят слухи, что люди получают сообщения от Смайл. И он начинает говорить, вы нужны мне здесь, в игре, и если вы войдете в его игру, это просто черный экран. Но когда вы поворачиваетесь налево, вы что-то увидите. Это красная выцаретевшая голова с кровавыми глазами, и если вы подойдете к ней, вы почувствуете, что голова направляется прямо на вас. Когда вы приближаетесь к голове, ваш компьютер выключается. Когда вы снова включаете компьютер, обои устанавливаются для вас внутри игры. Когда вы вернетесь в Роблокс, вы заметите, вы вышли из системы, но когда вы снова войдете в учетную запись, она будет удалена. Смайл была именем пользователя, сделанным кем-то, но она была забанена навсегда. Мистер Бокса Парти. Экс, популярный хоррор-плей с несколькими концовками, созданный игроком 8 ДСК. Это вечеринка в честь дня рождения. Сейчас в игре 9 обычных концовок и 2 истинных концовки, что в итоге равно 11 концовкам. Ложная вечеринка. Очень легко. В этой концовке вы заходите в дом, потом в стену с картинкой партия. Вечеринка. Вы идете по черному туннелю и встречаете белого парня, который вас убивает. Неудачная попытка побега. Самая простая концовка. А тут надо сразу выйти за забор и коснуться машины. Это все, что нужно сделать для концовки. После этого будет показан зеленый лайк. Потом вы будете отдыхать дома на диване. За окном вы увидите белого парня. Субжект 0, потом появится за диваном. И будет напевать песню Happy Birthday to you. После чего главный герой умирает. В игре есть еще разные концовки. Ниф Роблокса. Люси 04568 это хакерша, которая появилась относительно недавно, но успела натворить хлопот. Именно она взломала Роблокс 11 августа 2020 года. Люси 04568 довольно часто в сети и ее можно найти в таких плейсах как Adapt.me, Tower of Hell, Piggy и Welcome to Bloxbridge. В них она или просто молча стоит, наблюдая за игроками или бегает, как бот, говоря, что хочет поиграть и то, что она убила свою семью, но также она может задавать вопросы по поводу места вашего проживания и так далее. Сама хакерша живет в США, но может понимать русский и писать иногда какие-то ответы по типу да или нет. Еще мало, что известно о Люси, но я думаю, что в этом году этот игрок натворит много плохого в Роблоксе. Но не будем думать о плохом. Миф Роблокса. Зелтрек – загадочный персонаж Роблокс. Он был последователем сатанизма и активно продвигал это дело в игре. Его быстро забанили, и он создал второй аккаунт, третий, четвертый и так далее. Модераторы физически не могли полностью заблокировать Зелтрек Эй. Каждый из аккаунтов Зелтрек Эй имел фразу «хвалите его». Имеет свой цвет и индивидуальное слово на греческом. После определенного количества банов все это прекратилось. А слова собрались в предложение, которое буквально значит «скоро ты будешь с ним». Цвета тоже имели определенный смысл и привели к картинке, которую сейчас уже не найти. Смысл картинки был в группе людей, которые не могли найти себя в сообществе, и в качестве смысла жизни выбрали себе поклонение темному лорду, или же сатане. Загадка Зелтрека до сих пор считается нераскрытой, и не зря. Некоторые поговаривают, что человек, который решит загадку до конца, будет вынужден принести себя в жертву. В 2011 году был выпущен Void Dominos. Это был ограниченный предмет для клуба строителей. Когда пропавший Dominos был опубликован в каталоге, трое пользователей мгновенно купили этот предмет. Двое из них были забанены вскоре после этого по неизвестной и загадочной причине. Это привлекло внимание как сотрудников Roblox, так и охотников за мифами. Единственным выжившим после прекращающей атаки был Мели. Просто хорошо известен своим огромным успехом в игре Trade Hangout. Неудивительно, что он купил его, поскольку он собирал предметы Roblox за несколько лет до инцидента. Из всей этой загадки у нас возникает один главный вопрос, почему его тоже не забанили. Говорят, что если вы достаточно продолжите поиск в инвентаре, вы наткнетесь на этот предмет. Однако теперь он помечен знаком. Другой странной частью этого расследования является тот факт, что 1 апреля 2016 года сами Roblox фактически выпустили в каталог продукт под названием DIY Deadly Dark Dominus. Неизвестно, почему они опубликовали этот предмет, так как Roblox пробовал разные попытки скрыть всю тайну. В целом, пропавший доминус – чрезвычайно загадочный предмет с необъяснимыми вопросами. МИФ РОБЛОКСА Мелвин – настоящее имя, Мелвин Блу, мертвый игрок Roblox A. Мелвин зарегистрировал свой аккаунт 11 мая 2007 года. Через пару лет, примерно в 2008-2009 году Мелвин умер от рака. Макс Джи, известен как Клоун Труппер 1019, сделал хоррор-плейс, называющийся Мелвин. Была легенда, что раз в год одного игрока, который зайдет на этот плейс, ждет кое-что новое, а именно, его телепортируют в пустую комнату, и в его инвентарь попадет предмет под названием Шапка Мелвина. Почти никто не знает, правда это легенда или нет. Потому что в настоящее время на этот плейс невозможно зайти. Спустя некоторое время игрок с ником Коздам решил в шутку скопировать плейс Мелвин. МИФ РОБЛОКСА Абулии старый миф о Роблоксе, известный своей игрой «Спаси меня», ходили слухи, что она отправляла людям сообщения с просьбой спасти ее. И если кто-то пошел играть в ее игру, их персонаж стал черным, а Абулии украдет все их предметы и станет похожей на них. История этого мифа восходит к концу 2014 года, когда пользователь по имени Мысос Китти, известный как Кока Китти Нольна Роблокс, снял на YouTube видео об этом мифе. В нем она утверждала, что получила сообщение от пользователя по имени Абулии, в котором она заспанила ей фразу «Пожалуйста, не смейтесь на меня». После этого Кока получила еще одно сообщение, в котором говорилось «Почему ты не спас меня?» Хулиганы пытались убить меня, и они это сделали. «Теперь все, что мне нужно для тебя, это спасти меня. Пожалуйста, спаси меня». Затем Кока зашла в игру Абулии и ничего там не нашла, но когда она вернулась на сайт, она поняла, что ее персонаж теперь полностью черный. Вскоре после этого она получила еще одно сообщение, в котором Абулии поблагодарил ее за спасение. Миф Роблокса. Гость 666, это старый миф о Роблоксе и Крипипаста, у которого, по слухам, были команды администратора в любых играх, в котором они присоединились, даже без встроенного администратора, и всякий раз, когда игрок наводил курсор мыши на изображение гостя при просмотре игровых серверов, использовалось его имя. Отображается как злой гость вместо дружелюбный гость, как обычно. В отличие от других мифов, нет точной даты, по которой можно было бы сказать, когда миф возник. Возможно, легенда ходила с тех пор, как в 2008 году были созданы гости, что делает ее одним из старейших мифов на сегодняшний день. На YouTube существует множество предполагаемых наблюдений за гостями 666. Вскоре после появления мифа было доказано, что это ложь, поскольку выяснилось, что вы можете использовать расширение браузера. Такие как этот заскоки, которые позволяли вам изменять свой гостевой идентификатор. И делая это можно было стать гостем 666. Это не давало легендарных способностей администратору, который якобы имел гость 666. После того, как Роблокс объявил об удалении гостей в октябре 2017 года, сам миф в значительной степени перестал существовать. Мифы Роблокса. Джон Доу и Джейн Доу – тестовые аккаунты, созданные основателем Роблокса Давидом Базуски и сооснователем Эриком Касселом. Оба аккаунта использовались администраторами в бета-тесте игры, чтобы составить компанию игрокам и одновременно искать баги под аккаунтом обычного игрока без прав администратора. Аккаунт Джон Доу был взломан и проявлял активность 18 марта 2016 года. Неизвестно, как хакер смог взломать аккаунт, более вероятна версия того, что у данного аккаунта был весьма легкий пароль, который легко удалось подобрать. Существовал слух, что тот самый хакер взломает все аккаунты, которые будут онлайн 18 марта 2017 года. Взлома не было, а сам слух еще до данной даты был призван абсурдным. Мифы Роблокса. Эта тайна очень жуткая, но она использовалась для взлома Гуи и скрытия аватара и личности пользователя. Хранилище 8166 было создано хакерами. Номер 8166 от хакера по имени Один на Один. И этот хакер сделал игру. Ходят слухи, что он спрятан вокруг сервера. Позвольте мне рассказать вам историю об этом. Итак, это было 15 ноября 2016 года, в тот день один пользователь случайно попал в свое неизвестное место, когда он тестировал свой телепорт для игры. Он опубликовал нить, которая представляет собой краткое резюме под названием «Зло работает за нашими глазами». И есть место, где опасные люди получают доступ к профилю пользователя, как говорили об этом. Секрет назывался «Хранилище 8166». Через несколько часов нить была отправлена, но она таинственным образом исчезла. Пост был запрещен навсегда. Пользователь представил видеозапись коридора «Хранилище 8166». Записанные данные были неизвестны. На видео показан коридор, полный компьютеров, переключающих коды, которые содержат красные мигающие огни. Есть странная белая комната с плакатом, который говорит «Внимание, мы наблюдаем за вами». Видео начинается с двух пользователей, идущих в коридоре. Один из них полностью черный, имеет излучатель частиц красного огня. И пользователь был назван «Соулар Саник». Эксплуататор его имя пользователя скрыто. Другой пользователь имеет голову, окрашенную в красный цвет, и черный торс. Пользователь неизвестен. Они остановились посреди коридора и огляделись. Внезапно из ниоткуда выбежала неизвестная фигура. Два персонажа начали паниковать. Когда фигура атаковала, экран чернеет, и протокол убивает их. Миф Робукса. 45229, также известный как Error 45229. Это миф, который появился в первые годы охоты за мифами. Точнее, в 2014 году. 45229 известен своей игрой, а также одним из мифов в сборнике мифов Роблокса и игрой «Охота на мифов». Вскоре после создания учетной записи 45229 распространилась легенда. Согласно этой легенде, вы получите сообщение о Роблоксе от кого-то, кто просит вас поиграть в игру, и это приведет к сбою вашего компьютера. После повторного входа в систему вы будете вынуждены войти в игру под названием «Вы были дураком», запустив FR45229. И вскоре после этого ваш персонаж полностью покраснел бы, а ваше имя пользователя изменилось на 45229. Хотя не существует зарегистрированной истории подобных событий, есть пользователь по имени 45229, у которого есть игра с несколько другим названием, чем та, которая указана в легенде. Неизвестно, когда именно была создана игра, но предполагается, что это произошло вскоре после создания учетной записи 45229. Мифру Букса. 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 Мифру Букс Букс Букса. как пара белых или красных глаз, которые вы можете заметить, играя в определенные игры Роблокс, когда в игре ночное время. Они якобы ярче звезд, что и выделяет их. Когда вы видите глаза, рекомендуется не приближаться к ним и вообще выйти из игры, если вы не хотите получить IP-бан.